Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на заключительной торговой сессии этой недели. Как всегда, предлагаю подвести фундаментальные итоги прошлого дня, посмотреть на то, что у нас впереди с точки зрения важных событий, соответственно, торговать эту торговую сессию, ну и спокойно уйти на выходные, чтобы прекрасно провести время и, соответственно, отдохнуть. Ну и уже с новыми силами буду рад видеть вас всех снова в понедельник, которые мы начнем традиционным брифингом. И также в понедельник не забывайте о том, что состоится традиционный вебинар «Правильный понедельник» в 16.30 по московскому времени, где мы подведем уже тотальные итоги всей прошедшей недели, посмотрим на основные события, которые будут на повестке еще, новые пятидневки, и поставим краткосрочные или даже, лучше сказать, среднесрочные. Все-таки на неделю ориентируя по наиболее ликвидным валютным парам. Считаю то, что сейчас очень важно понимать, с каким новостным и фундаментальным фоном мы имеем дело, потому что фундаментальная составляющая, она, безусловно, всегда присутствовала, присутствует и будет присутствовать. Не всегда фундамент логичен с точки зрения того, чтобы в моменте можно было объяснить поведение той или иной валюты. Но все равно с некоторым временным лагом мы всегда видим, как он находит свое отражение в поведении валютных активов. И поскольку мы долгосрочно все-таки ориентируемся на определенное позиционирование по ряду наиболее популярных валютных активов, я хочу, чтобы вы, если также придерживаетесь, собственно, как и я, фундаментального подтекста, картины, все-таки не отказывались от общего понимания текущей ситуации и не позволяли вот этим не совсем обоснованным выпадам, которые мы периодически, а в последнее время даже довольно-таки часто видим на финансовых рынках, повлиять на вашу позицию, на ваше суждение и заставить, скажем, присоединиться, опять же, к тем трейдерам, которые предпочитают такие вот рисковые подходы к оценке как косрочных перспектив и полностью игнорируют фундаментальную картину. Давайте поговорим обо всем подробнее, детальнее и начнем, как и всегда, с динамики черного золота. Собственно, мы с вами ориентировались сначала по бренду на пробой 40, а оказались выше. Вчера вы наверняка заметили то, что хай по бренду составил 41.58. Бренд очень высоко забрался. И мы с вами, если вы придерживались прошлой моей идеи, достигли уже 40, зафиксировали профит, после этого появились сообщения о том, что заседание представителей ОПЕК России состоится в Катаре, где будут обсуждать вопросы, которые, может быть, коснутся, опять же, основа того подхода, который предполагает заморозку объемов производства на январских максимумах. Ну и в идеале бы услышать, конечно же, все-таки снижение объемов производства. И этот новостной фонд позволил нам сделать ставку на еще больший рост позиции бренда, потому что мы с вами хотели и намеревались, наверное, так же, как и многие другие участники рынка, увидеть это заседание еще в середине этого месяца, то есть фактически пару дней назад. Но его перенесли на месяц вперед. Может быть, те, кто лоббировал идею переноса, пытаются сейчас обыграть время, чтобы оказать какое-то соответствующее влияние на позиции того же самого Ирана, который всячески отказывается поддерживать все инициативы, которые предполагают снижение объемов производства. Но для нас, трейдеров, вот эти закулисные игры, может быть, не совсем понятны, но я думаю, что особо вникать в эту составляющую не нужно, потому что, наверное, истинного смысла мы никогда не поймем. Но самое главное то, что у нас есть еще полноценный месяц, который позволяет нам спекулировать на надеждах того, что заседание 17 апреля может оказаться судьбоносным. Поэтому эти ожидания, собственно, так же, как и две недели назад, могут быть определяющим фактором для краткосрочного и среднесрочного роста, который мы непременно должны использовать. Вчера мы с вами поставили в качестве ориентиров значение 41.50-42. Я считаю то, что те, кто уже получил хороший профит, я думаю, занесли бренд в состав дружеских активов, можно покинуть рынок и дожидаться, соответственно, 17 апреля. Те, кто хочет еще немного рискнуть, давайте я, собственно, отношусь к таким же трейдерам. Я хочу увидеть значение 42, и только после того, как бренд поднимется до планки нового сопротивления, 42 покинут расположение этого актива. Хотите, присоединяйтесь к этой идее, потому что сейчас, опять же, не буду отказываться от того, что я сказал, действительно есть неплохой посыл, чтобы немного прокатиться еще вверх. Если говорить про новостные события, статистику, снова хочу вам предложить, в частности, эта статистика касается старого доброго Ирана, который в последнее время является, наверное, генератором основного новостного и макроэкономического фона по позициям черного золота. В частности, бренд вчера полностью проигнорировал сообщение о том, что объемы экспорта Ирана по итогам, по сути, прошлого месяца составили максимальные значения с марта 2014 года. Это 1,55 миллионов, соответственно, баррелей в сутки. Что касается объемов добычи, то вы помните, буквально неделю назад мы с вами фиксировали то, что Иран уже разогнал объемы производства с когда-то довольно низкого значения для Ирана, учитывая производственные мощности с 2, по сути, с небольшим, миллионов баррелей в сутки, до 3,17. И вот последние цифры, истинный объем производства составляет уже 3,37. Иран снова повторяет, что до тех пор, пока они не доберутся, до тех значений по производству, которые были характерны для этого региона до введения финансо-экономических санкций 2012 года, то есть это 4 миллиона баррелей, они не будут присоединяться к предложениям прочих производителей и заинтересованных сторон для того, чтобы стимулировать рост цен на них. То есть они не будут сейчас снижать объем производства, потому что для них самое важное сейчас увеличить объем поставок. И судя по тем объемам роста экспорта, им действительно удается это делать, потому что растут поставки в Азию, растут поставки в Европу, растут поставки в Африку. И очень важный момент, что Саудовская Аравия, даже несмотря на всевозможные скидки, которые предоставляет европейским партнерам, все равно никак не может переубедить всех этих партнеров в том, чтобы закупать сырье только у Саудовской Аравии. У Ирана есть свой подход и, опять же, последние цифры говорят нам в пользу того, что это ближневосточное государство действительно знает, что делать. Поэтому, если возвращаться к общим объемам производства, мы знаем то, что Иран – это действительно тот регион, который может серьезно увеличить планку выработки всего ближневосточного картеля АПИ. На текущий момент это производство свыше 32,5 миллионов баррелей. Это позволило нам на фоне спроса на черное золото сделать ставку на то, что предложение крайне в переизбыченном состоянии, и оно будет только усиливаться, потому что Иран собирается накинуть еще практически 1 миллион баррелей к этому производству. И логично было бы ожидать то, что вслед за выходом этой статистики мы должны были бы увидеть распродажи Brent, потому что рынок просто кишит предложение. Но этого не было. Brent полностью проигнорировал этот фундамент, и я снова возвращаюсь к той идее, которая указывает на то, что сейчас подтверждение роста и избытка будет интерпретироваться не как факт увеличения предложения, а как еще одна предпосылка, которая должна все-таки убедить всех влиятельных стран, регионных, ключевых производителей, все-таки принять решение, последовать делом за слово и сломать вот этот негативный тренд. То есть, если предложение растет, ну, уже пора его снижать, потому что нефть уже некуда будет девать. Поэтому такие, может быть, скажем, поверхностные ожидания, они сейчас фигурируют, присутствуют на рынке и толкают позиции Brent вверх. Поэтому сегодня даже, если мы увидим снижение, точнее, может быть даже, рост количества буровых от Baker Huge, хотя маловероятно, скорее всего, очередное снижение. Но даже если мы увидим увеличение количества буровых, все равно рынок с большей долей вероятности этот фундамент проигнорирует, потому что сейчас, как я уже сказал, для кратко-среднесрочных ориентировок есть только один новостной фон, и он касается ожиданий заседания, которое состоится 17 апреля. Мы, так же, как и другие участники рынка, фокусируемся на этом фоне и ждем, когда же оно состоится, потому что знаем, что именно это событие является судьбоносным для позиции Brent. И плавно перейдем теперь к курсу российской национальной валюты. Актуальные ориентировки 68.10. Через 20 минут стартуют торги. Уверен то, что до 13.30 сегодня сессия будет весьма динамичной, потому что в это время состоится заседание Центрального банка России, где российский регулятор с большей долей вероятности пересмотрит текущие параметры денежно-кредитной политики. И я считаю то, что снизит процентную ставку. Потому что основания для этого есть. Это отсутствие чрезмерного давления на курс национальной валюты. Уже риски дефляции так сильно не стоят. Инфляция понемногу снижается. И как мы вчера говорили, на этом фоне при таких условиях Центральный банк действительно может задуматься о том, что, точнее, не задумываться, а должен предпринять все возможные меры для того, чтобы улучшить условия заимствования на внутреннем рынке, активизировать процессы кредитования, ну и, соответственно, простимулировать потенциальное развитие малого, среднего, а может быть даже большого бизнеса. Опять же, по той причине, что кредиты могут стать потенциально дешевле. Поэтому сегодня я ориентируюсь на снижение ставки рефинансирования как минимум до 10%. О повышении мы, разумеется, не говорим, но, может быть, Центральный банк сегодня проявит еще большую решительность, это периодически свойственно для него, и снизит ставку еще сильнее. Сейчас это очень нужно российской экономике, которая, по сути, из-за продолжающегося санкционного противостояния по-прежнему не имеет выхода к зарубежным площадкам европейским и американским заимствования капиталов. Поэтому это решение может быть важным, поскольку оно потенциально может стать благоприятным для национальной экономики в целом. Рубль должен отреагировать на это соответствующим позитивным образом. Поэтому вслед за уровнем 68, я считаю то, что пара имеет все основания, чтобы двинуть уже к следующему уровню поддержки, который находится на отметке 67,50. А может быть, даже заберемся и еще ниже. Но в целом долгосрочное позиционирование, это также как полярное мнение, оно предполагает еще высокие шансы на то, что девальвация в любой момент может снова обрушиться на динамику российского валютного рынка. И если, опять же, по нет и станет ясно то, что Brent вынужден будет отправиться к новым многомесячным минимумам, мы будем делать такую же ставку девальвации и по курсу рубля. В общем, пока ориентируемся на 17 апреля, который, как я уже сказал, будет определяющим не только для нефти, но и для курса российской валюты. Далее идем. Евро против американцев. Европейская валюта вчера показала еще одну невероятно динамичную бычью свечу. Торговая сессия была преимущественным образом направлена на укрепление позиции главного валютного риска. В частности, мы видели то, что евро от доллара оказалось выше сопротивления 1,13. Актуальные котировки 1,1307 допускают, что за последние несколько минут ситуация немного изменилась. Если говорить, опять же, про то, что является причиной роста позиции главного валютного риска, то здесь стоит отметить резонирующее воздействие состоявшейся пресс-конференции американского регулятора, где ФРС ясно дал понять, что четырех повышений процентной ставки в этом году явно не будет. В лучшем случае это два, но и то, если статистика будет тому располагать. Также комментарий еле наказал свое влияние на доллар. Этот комментарий касается того, что ФРС сейчас занимает вжидательную позицию и будет, опять же, ориентироваться на данные по инфляции, прежде чем снова поднимет вопрос дальнейшего повышения какосочных процентных ставок. Напоминаю то, что прямая формулировка со стороны председателя ФРС, то, что при текущих ставках, то есть 0,5%, ФРС более гибок, адаптивен и более подвижен с той точки зрения, что если придется что-то менять в экономической политике, если оттого потребует ситуация и если, скажем, мы будем наблюдать продолжение или усугубление глобального экономического спада. Вероятности риски этого есть, потому что для этих рисков у нас есть ориентиры в отношении Китая, а Китай пока, к сожалению, не радует нас хорошей статистикой. Поэтому текущие ставки, они являются, по сути, локальной такой константой. Мы должны ориентироваться на то, что прежде чем ФРС пойдет на дальнейший шаг разгона ставок и ужесточения монетарной политики, он должен получить соответствующее подтверждение того, что американская экономика восстанавливается. Но, по словам Джанет Йеллен, это показатель по инфляции. Вчера мы с вами очень много говорили про инфляционное давление. Я рассказал вам о том, каким образом нужно улавливать вот эту причину, следственную связь между рынком труда и, соответственно, показателем по инфляции. Надеюсь, то, что я сказал, вы поняли, потому что, ну, это, скажем, тот новостной фон и это то объяснение, которым сейчас действительно можно оправдывать прогресс американского рынка труда и состыковывать его с показателями по инфляции. Поэтому, если, опять же, забегать вперед, мы понимаем то, что от дальнейшей статистики, прежде всего, с рынка труда, с показателями по инфляции, будет зависеть дальнейшая решительность. Если сейчас взглянуть на фьючерсные контракты, которые как раз анализируют возможные изменения монетарной политики, повышение процентных ставок, то сейчас самый вероятный период для дальнейшего роста это ближе уже к концу 2016 года. Ну, в частности, обсуждается также июньское заседание. Сейчас вероятность того, что ФРС поднимет ставку летом составляет около 35%. До заседания ФРС эта вероятность была куда выше, то есть она сейчас падает. Но поскольку до июня у нас еще есть достаточно много времени, я предлагаю сконцентрироваться сейчас на европейской статистике и европейском национальном фундаментальном фоне. Тем более, что отчетов у нас впереди будет очень много и будем смотреть, каким образом вот эти беспрецедентные меры экономического стимулирования продолжат сказываться на показателях по инфляции уже в еврозоне. Вчера вышли данные по индексу потребительских цен. Еврозоны, в частности, месячный показатель прибавило. Выбрался он с отрицательной территории из зоны дефляции. Но целых 0,2% против прогноза, но целых 0,1%. Однако годовой показатель более объективный. Он по-прежнему сигнализирует о том, что дефляция еще не преодрена, потому что годовой показатель минус 0,2%. Как раз Драги ориентировался именно на этот отчет, запуская когда-то программу количественного смягчения. Вы помните, что до прошлого четверга ее объемы составляют 60 миллиардов евро в месяц. И сейчас, в виде того, что картина в целом не меняется, ЕЦБ был вынужден пойти на более агрессивный выкуп. Соответственно, разогнал эту программу уже до 80 миллиардов евро. То есть, с апреля она будет составлять именно эти объемы. Если евро сейчас никак не отреагировал на столь выраженную поддержку для национальной экономики, на потенциальный рост баланса Европейского Центрального Банка, возможно, мы увидим, опять же, все-таки эту оправданную логичную реакцию ослабления с некоторым временным лагом. Может быть, трейдеры ждут апреля. Но то, что евро сейчас уже достигло космических уровней, это явно указывает на то, что европейский валютный актив перекуплен. И если сослаться на сегодняшнюю торговую сессию, то после такого динамичного выраженного ралли вероятность сегодняшней коррекции составляет процентов 90, потому что после всегда такой нескольких подряд динамичных сессий, особенно в преддверии закрытия недели, на пятничных торгах трейдеры начинают фиксировать результаты уже достигнутых длинных сделок, хорошего профита. И, соответственно, выход с рынка капитала провоцирует уже обратную тягу отката по тому активу, который анализируется. В данном случае мы говорим с вами про евро. И если мы видели не совсем, ну не совсем, если уж объективно говорить, оправданный фундаментальный рост, то сегодня после тестирования уже уровня 1.13 трейдеры на выходные предпочтут уйти, наверное, все-таки без открытых позиций. Поэтому сегодня я считаю то, что евро будет корректироваться. Будем надеяться то, что на этом коррекция не остановится. И мы все-таки увидим дальнейшее сползание главного валютного риска от тем ценовым назначениям и ориентиром, которые обозначали ранее. Доллар японская иена. Здесь слабость американца совершенно очевидна. В частности, минимальные значения. Вчерашние торговые сессии 110.66, сейчас актуальны актировки 111.35. После того, как пара USD иена предприняла действительно серьезную попытку добраться до поддержки 110.50, на рынке снова появились сообщения о том, что Банк Японии вмешивается в ситуацию и не допускает дальнейшего укрепления курса национальной валюты. То есть, если вы помните, как раз на этом рубеже периодически появляются действительно подобные сообщения, что может быть для нас скрытым сигналом того, что как раз эти значения и являются минимальными в текущей перспективе для динамики USD иена. Поэтому ниже пара, скорее всего, уже не уйдет. А значит, мы должны и дальше ориентироваться на потенциальный рост американца, ждать сильную статистику и ждать, пока эта сильная статистика убедит не только нас, но и непосредственно Джанет Йерен, которая ориентируется на инфляцию и ждет именно сигналов с этого индикатора, прежде чем обозначить возможность разгона дальнейших процентных ставок. Поэтому сейчас я снова акцентирую ваше внимание на идею потенциальной покупки USD иена с уровня 115. Ждем этот рубеж. Приходится ждать, конечно же, очень много, но раньше входить в рынок не нужно, потому что если бы мы это сделали, вы видите то, что как не совсем логично ведет себя рынок. И вместо того, чтобы двигаться к тем значениям, которых достоин сейчас доллар против потенциальной слабой японской валюты, мы видим наоборот укрепление иены и, соответственно, ослабление курса американской валюты. Фунт против доллара. Здесь также вчера стремительное ралли. Британец пока предпочитает не обращать внимание на национальный фундамент. Высокая зависимость снова с корреляцией с евро и влияние слабого доллара. И, собственно, этот фон и отыгрывает британская валюта. Хотя фундаментально мы понимаем то, что этот актив остается аутсайдером. Действительно, он сейчас уже крайне перекуплен. И последние отчеты, которые мы анализировали еще на позапрошлой неделе, на прошлой и на этой, указывают нам в пользу того, что, опять же, фундаменталисты все, без исключения, ставят на ослабление. Британцы пока пункт не порадовал тех трейдеров, которые ждут сначала движения, точнее, закрепления, верно, движения в район поддержки на уровне 1,40, а потом и еще ниже. Вчера вышли данные по процентной ставке в Англии и объемам выкупа активов. Ставка на прежнем уровне 0,5%. Объем выкупа активов также без изменений, как мы предполагали. Больше внимания стоило уделить протоколам. И здесь уже было несколько интересных комментариев, на которые я сейчас хочу обратить ваше внимание. Эти комментарии указывают на то, что британский регулятор допускает возможность еще большего снижения индекса потребительских цен из-за продолжающего влияния низкие цены энергоносителей. Обозначает риски для темпов экономического восстановления из-за замедления роста развивающихся рынков, на которые ориентируется британский бизнес. И еще Банк Англии отметил то, что из-за недостаточного роста заработных плат конечно же с повышением процентной ставки придется повременить. И, скажем, самый, наверное, важный акцент, на который я сейчас хочу сделать ставку, то, что Банк Англии, исходя из низких показателей по инфляции, допускает возможность даже не повышения процентных ставок, а дополнительных мер экономического смягчения, снижения ставки либо расширения программы количественного смягчения. То есть, такой новостной фон, ну, не может не спровоцировать долгосрочное ослабление британца. И уверен, что в перспективе нескольких месяцев эта фундаментальная картина не просто не улучшится, она будет только ухудшаться. Поэтому ждем распродаж британца, ждем, пока фонд все-таки осознает необходимости более низких ценовых ориентиров для себя, и ждем, пока прочие участники рынка присоединятся к точно такому же позиционированию. Из других активов хочу отметить еще USD-свиси. Вчера состоялось заседание Национального банка Швейцарии. Прогноз на 2017 год был пересмотрен с 1,9% до 1,8%. Национальный банк Швейцарии очень много говорил про силу швейцарской валюты и то, что дорогой франк не нужен национальной экономике, хотя, учитывая последние показатели экспорта, я с ними абсолютно согласен. Решение поставки. Так и осталось оно на уровне минус 0,75%, но банк Швейцарии отметил, что в случае ослабления европейской валюты, на которую мы, собственно, ориентируемся, Национальный банк Швейцарии, проведет валютные интервенции. И мы с вами, собственно, их и ждем. Поэтому USD-свиси – это по-прежнему паритетные значения, от которых будем ориентироваться на еще более высокие, скажем, цены по доллару против франка. Из важных отчетов сегодня 13.30 – это ставка ЦБ, ждем снижения ставки рефинансирования, поддержки для рубля. В 16.00 и, в принципе, прямо до конца сегодняшней сессии выступление сразу нескольких высокопоставленных чиновников ФРС – это Дадли, Розенгрена и Булларда. Ждем очередного намека на потенциальную решительность ФРС в будущем, ждем констатации прогресса на рынке труда. Ну и если уж доллар не поверил, точнее, не нашел поддержки в словах Джанет Йеллен, то, может быть, в словах этих чиновников и найдет. Поэтому по USD-й сегодня смотрим исключительно наверх. И в 20.00 по московскому времени это отчеты по количеству буровых в США, нефтяных от Бейкер Хьюч. Здесь мы, когда освещали перспективы нефти, об этом уже говорили. С большей долей вероятности ожидается еще одно снижение, но в целом трейдеры уже локально не реагируют на эти отчеты, потому что ожидают заседание 17 апреля, от которого мы уже и будем строить дальнейшие ценовые ориентиры. Но пока давайте попытаемся подняться еще повыше, до уровня 42 по Brent, но дальше будет видно. Собственно, на этом все. Большое спасибо за внимание. Еще раз хочу воспользоваться возможностью пожелать вам хороших выходных. Конечно же, нужно переосмыслить последние волатильные торги, а в понедельник снова вернемся на финансовые рынки и постараемся не упускать ни одного важного макроэкономического события. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.